Здравствуйте! На государственном телевидении Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Турция и Азербайджан не имеют права быть членами ООН, президент Западной Армении. Поминовение 24 апреля в Париже, в Марселе, в Лионе, в Менделье, в Броне. Турецкая армия потеряла десятки солдат, убитыми на севере Ирака. Церемония памяти жертв геноцида против армян делегаций Республики Западной Армении в Тетернакаберте. Геноцид против армян продолжается до сих пор. Об этом заявил президент Республики Западной Армении Армен Акабрамян в беседе с корреспондентом Армения Тудэ у мемориала Тетернакаберт. По его словам, либо мир должен все это учитывать, либо мы должны оказать сопротивление. По его словам, Турция и Азербайджан преступные государства, и они не имеют права быть членами ООН. Подробности в видеорепортаже Армения Тудэй. Церемония памяти жертв геноцида против армянского народа состоялась 24 апреля в Париже у памятника Комитаса в 14.00. В соответствии с санитарными ограничениями в присутствии граждан Западной Армении, консул Республики Западной Армения в Париже Ваан Валид Казазян возложил венок и почтил память погибших минутой молчания. Напомним, что в 1917 году 29 декабря Совет Народных Комиссаров РСФСР провозгласил Парава Армян, Турка Армении, Западной Армении на самоопределение вплоть до получения независимости. 19 января Западная Армения была провозглашена де-факто независимым государством на Парижской конференции и де-юро в 1920 году на конференции в Сан-Рэмо 11 мая Верховным Советом Союзников. Граница с Турцией была предложена президентом США Вудро Вильсоном 22 ноября, но не была признана властями ООН, поскольку Западная Армения была оккупирована Турцией. Напомним, что с 1984 по 1923 годы коренной армянской население на оккупированных территориях Западной Армении подверглось геноциду, который осуществили три сменявших друг друга правительства Турции. В Марселе в 11.00 перед статуей матери ее четырех сыновей, посвященной Западной Армении, состоялась следующая церемония. В соответствии с санитарными ограничениями в присутствии граждан Западной Армении член правительства Виолетта Агаян и министр внутренних дел Республики Западной Армении Мартирош Шахбазян возложили венок и почтили память погибших минутой молчания. Выступила также армянская молодежь Западной Армении. Напомним, что в 1917 году 29 декабря Совет народных комиссаров РСФСР провозгласил Парава Армян, Турка Армении, Западной Армении на самоопределение вплоть до получения независимости. 19 января Западная Армения была провозглашена де-факто независимым государством на Парижской конференции и де-юре в 1920 году на конференции в Сан-Рамо 11 мая Верховным Советом Союзников. Граница с Турцией была предложена президентом США Вудро Вильсоном 22 ноября, но не была признана властями ООН, поскольку Западная Армения была оккупирована Турцией. Напомним, что с 1984 по 1923 годы коренное армянское население на оккупированных территориях Западной Армении подверглось геноциду, который осуществили три сменявших друг друга правительства Турции. Церемония памяти жертв геноцида против армянского народа состоялась 24 апреля в Лионе в 11.00 перед мемориалом геноцида. В соответствии с санитарными ограничениями при участии некоторых граждан Западной Армении, спикер парламента Республики Западная Армения Леонардо Басмаджан возложил венок и почтил память погибших минутой молчания. Мы были удостоены чести приветствовать отца Исаака Екимяна, священника армянской апостольской церкви святого Жака де Лиона, который сопровождал церемонию молитвой «Отче наш». Напомним, что в 1917 году 29 декабря Совет народных комиссаров РСФСР провозгласил парава армян Турка Армении, Западной Армении на самоопределение, вплоть до получения независимости. 19 января Западная Армения была провозглашена де-факто независимым государством на Парижской конференции и де-юро в 1920 году на конференции в Сан-Рамо 11 мая Верховным Советом Союзников. Граница с Турцией была предложена президентом США Вудро Вильсоном 22 ноября, но не была признана властями ООН, поскольку Западная Армения была оккупирована Турцией. Напомним, что с 1984 по 1923 годы коренной армянской население на оккупированных территориях Западной Армении подверглось геноциду, который осуществили три сменявших друг друга правительства Турции. Церемония памяти жертв геноцида против армянского народа состоялась 24 апреля в Мандельо-Ланаполе в 11.00 напротив Хачкара. В соответствии с санитарными ограничениями при участии некоторых граждан и знаменосцев Западной Армении, мэр города Мандельо-Ланаполь Себастьян Лерой, президент кружка Армении Каролайн Органисян, президент знаменосцев Жан-Жак-Гин, президент Организации ветеранов и борцов сопротивления армянского происхождения Жан-Казарусян, президент Организации ветерана Армении Варежа-Проамян и представитель Национального Совета Западной Армении Пару Шаумян возложили венки и почтили память погибших минутой молчания под арию Дудука Перча-Меликсетяна. Президент Жан-Казарусян наградил мэра города Мандельо-Ланаполь Себастьяна Леруа орденом Меч Западной Армении. Напомним, что в 1917 году 29 декабря Совет Народных Комиссаров РСФСР провозгласил парава армян Турка Армении с Западной Армении на самоопределение вплоть до получения независимости. 19 января Западная Армения была провозглашена де-факто независимым государством на Парижской конференции и де-юре в 1920 году на конференции в Сан-Рэмо 11 мая Верховным Советом Союзников. Граница с Турцией была предложена президентом США Вудро Вильсоном 22 ноября, но не была признана властями ООН, поскольку Западная Армения была оккупирована Турцией. Напомним, что с 1984 по 1923 годы коренное армянское население на оккупированных территориях Западной Армении подверглось геноциду, который осуществили три сменявших друг друга правительства Турции. Церемония памяти жертв геноцида против армянского народа состоялась 24 апреля в 21.00 на кладбище коммуны в Броне. В соответствии с санитарными ограничениями при участии некоторых граждан Западной Армении, мэр города Брон Джереми Бреот, спикер парламента Республики Западной Армении Леонардо Басмаджан возложили венок и почтили минутой молчания память о погибших. Это первая церемония памяти жертв геноцида, организованная городом Брон, и официальные лица Западной Армении хотели отдать дань уважения этой воле инициативе, спонсируемой мэром Брона Джереми Бреотом. Напомним, что в 1917 году 29 декабря Совет Народных Комиссаров РСФСР провозгласил парава армян Турко-Армении, Западной Армении, на самоопределение, вплоть до получения независимости. 19 января Западная Армения была провозглашена де-факто независимым государством на Парижской конференции и де-юро в 1920 году на конференции в Сан-Рамо 11 мая Верховным Советом Союзников. Граница с Турцией была предложена президентом США Вудро Вильсоном 22 ноября, но не была признана властями ООН, поскольку Западная Армения была оккупирована Турцией. Напомним, что с 1984 по 1923 годы коренной армянское население на оккупированных территориях Западной Армении подверглось геноциду, который осуществили три сменявших друг друга правительства Турции. 38 турецких солдат были убиты в ходе недавнего наступления в Северном Ираке против рабочей партии Курдистана. Об этом говорится в заявлении военного крыла РПК, опубликованном накануне 26 апреля курдским информационным агентством «Феррат» транслирует агентство EA Daily. В субботу 24 апреля турецкая армия начала новую наземную наступательную операцию против РПК в Иракском Курдистане. Согласно опубликованному в минувшем понедельник заявлению, курдские партизаны оказывают ожесточенное сопротивление и по меньшей мере 38 солдат турецкой армии были убиты. Согласно сообщению «Феррат», турецкие военные были сброшены с вертолетов на несколько высот и пытались проникнуть через систему туннелей партизан, применяя неизвестные химические вещества. Бойцы РПК действуют небольшими отрядами и провели несколько операций против оккупационных сил, в том числе используя снайперскую и диверсионную тактики. Окупационная операция, начатая турецким государством 23 апреля 2021 года в районах Метина, Авашин и Запп в пределах зоны обороны Медиа, продолжается. Наши партизанские отряды провели обширные действия против вторжения и нанесли тяжелые удары по оккупантам, говорится в заявлении, распространенном от имени военного руководства РПК. Делегация Республики Западная Армения во главе с президентом Арменаком Абрамианом посетит Титернак Абрамиан 28 апреля в 1 часа утра, чтобы отдать дань памяти невинным жертвам у мемориала геноцида против армян. Делегация Республики Западная Армения возложит к мемориалу венок. После вступительной речи президент Арменак Абрамиан выступит со своим обращением. Во время мероприятия два бывших бойца Асала будут награждены медалями Западной Армении и Сур. В ход свободный, все желающие могут участвовать. А далее для вас ансамбль Зартонг. Хоротик. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.